Кручу, да? Папа, и вот я сумел, чтобы наша фамилия зазвучала. Твоего сына знают не только в нашем городе, где я родился, знают в городе, где я проживаю, но и знают во всей России. К этим автобиографичным строкам можно добавить лишь одно. Виктор Бабарыкин известен и за пределами нашей страны. Правда, пока не как писатель, а как пирографист, буквально рисующий огнём. В 2011 году фотографии работ художника были представлены на Международной выставке творчества инвалидов. Выжигание по дереву требует ювелирной точности. Судьба произведения — на стрии иглы. Одно неосторожное движение и ошибка художника навсегда останется на картине уродливой морщиной. Изображение животных давалось легче всего. С них Виктор и начал. Потом перешёл на портреты и лики святых. По благословлению отца Сергия, настоятеля храма Донской иконы Божьей Матери, по его благословлению он так сказал, если у тебя будет получаться, продолжай выжигать иконы. Если нет, не берись. Если икона не идёт, я могу её месяц и два выжигать. Ну, люблю запах этого дерева. Особенно запах этого дерева — это вообще. Ради этого запаха можно просто взять дерево и его тыкать иголкой, чтобы был дымок. Ну, знаете, природа, кастерок и так далее. Так, давай помним, что ли мы с тобой приготовили. Ну, то есть цвета лука, ну всё, всё полоска. Мечта Сергея Ярославцева — увидеть водопад и запечатлеть хрустальные каскады на холсте. Юный художник держит инструмент зубами. Для него кисть — мягкая, податливая единомышленница автора. В картинах Сергея тоже много огня. Он то вспыхивает лучами полуденного солнца, то загорается янтарной осенней листвой. Поэтому алая и жёлтая краски в палитре художника заканчиваются быстрее других. Маяк. Я вот, помню, нарисовал и не мог закончить, потому что я не видел картину. Вот домики эти где-то неделя уходила. Вот эта осень жёлтая две недели. А этот кораблик где-то за два-три дня. Мне больше всех тут нравятся домики. Дерево вот на переднем плане, два куста, яркое очень, настроение такое позитивное. Просто представлял, что я иду по той дорожке, как жарко, солнышко светит. Я ребёнок брошенный. Отказник официально. Не по суду, ничего, а родители от них. Полная была семья, и они отказались при рождении в роддоме. Я уже видел их взрослым виде. Мне около 30 лет было. Отец хотел со мной общаться. Но мать категорически. И получилось так, что они приехали посмотреть на меня, и всё, побыли, ну, около получаса я с ним. Чуть больше, чуть меньше. На них я не в обиде. Как есть, так и пускай не будет. В первую очередь, я своим выжиганием хотел доказать своим родителям. Уже тогда, да, и отец был жив, и мать была живая. Но я хотел им сказать, что я человек, а не существо, которое можно было бросить. Ручки, ножки, огуречек. Вот и вышел человечек. Мы привыкли думать, что человек – это набор ладно скройных анатомических единиц. Настоящий человек, а не детский рисунок – это душа. Люди с повышенными потребностями живут, пожалуй, даже честнее. Их внешние особенности, словно защитный барьер, избавляют от тех, для кого внутренний мир – просто выдуманная вселенная. Виктор вообще молодец. Я его называю паровозиком. Он сам идёт вперёд и людей с собой тянет. Понимаете как? Он сколько раз меня тоже лично тянул. Но я признаюсь честно, я ленивый в этом плане. А он молодец. Он мне сколько раз делал замечания, сколько раз говорит, ну что ты всё время сидишь в компьютерах, вот это играешься. Взял бы там в интернете, нашёл бы какой-нибудь конкурс, послал бы свои стихи. Я говорю, Вить, ты у нас знаменитость, ты у нас звёздочка. Вот и святи дальше. А я буду так спокойно жить. Здорово, Лукейлик! А, здравствуй, здравствуй, дорогая Лукейлюшка! Звезда Виктора Бабарыкина зажглась в 2004 году, когда он стал лауреатом Международной премии «Филантроп» в номинации «За гранью возможного». Она вручается инвалидам за выдающиеся достижения в области культуры и искусства. Информацию о конкурсе художник сам нашёл в интернете. Документы и работы отправлял тоже сам. Перспектива оставаться единственной звездой интерната Виктора не прельщала, а вот роль путеводного небесного маяка пришлась по душе. Затеялись с театром. Витя откопал Давыдовский фестиваль театральный и международный московский, послал туда нашу работу, наши спектакли. И мы стали лауреатом с 6-го и 7-го Давыдовского фестиваля. Внутри меня водится! Ну что с таким? Водится! Я считаю, что у него задатки гениального продюсера. Если бы у него были руки-ноги, но их, к сожалению, нет, но у Витя есть крылья и голова. И он своей головой, на своих крылышках пытается объять и обнимает необъятное. У тебя белого добавить? Откуда? Порог Новочеркасского детского дома-интерната Сережа переступил в 4 года. Мальчика всегда отличали жизнелюбие и умение видеть прекрасное в обыденном. Причудливые формы холм, покосившееся здание, дрожащий на ветру голосок. Маленького художника завораживает то, на что другие не обращают внимания, потому что красота не вокруг, а в глазах смотрящего. В дерево неплохое получилось. Маме 38, папа на год младший. Они работают, папа водителем, мама в ювелирном магазине. Сейчас они строят дом, живут они в Каменске, Шахтинский, приезжают ко мне, навещают. Разговариваем мы, узнаем, как у кого дела, какие новости, как у кого учеба, как у брата учеба у меня. Оценивают творчество мое, хвалят меня. В 13 лет юный художник стал лауреатом премии «Филантроп». На конкурс было подано 35 донских заявок, но профессиональное жюри решило, что работа Сергея вне конкуренции. Выводя на конкурсы, показывая его талант, мы закладываем фундамент в его будущее. Пусть его узнают побольше людей, пусть отзовутся, пусть художественное сообщество увидит его. И я думаю, что Сереже будет легче идти по жизни. Господь свидетель и рассвет, такой же мой свидетель, кстати, как я почти что 40 лет живу в уютном интернате. Душевность, вежливость, любовь от милых женщин получаю. Дом-интернат, родной мой кровь, как жил бы без тебя, не знаю. Сложно поверить, что казенное учреждение можно назвать домом, еще и так воспевать в тихах. Но на творчество его обитателей вдохновляют отнюдь не маленькие комнатки по несколько человек в каждой, не простая еда из столовой, и не запах лорки в коридорах. Сверхзадача – это то, чтобы нашли здесь себя как творческие личности. Кто-то мечтал рисовать, начал рисовать, кто-то там вышивать мечтал, кто-то творчеством, у нас даже скульптор есть, заниматься, кто-то начинает стихи сочинять, писать, кто-то хотел всегда быть женщиной, как хочу быть актрисой в юности. Здесь мы даем эту возможность. Я сама на инвалидности, у меня вторая группа инвалидности, поэтому я считаю, что если я смогла чего-то добиться в жизни, то моя задача – помочь таким же людям чего-то достичь тоже в жизни, как-то облегчить свою жизнь, почувствовать себя такими же, как остальные. Это знаете, как вот сажаешь цветочек, поливаешь, поливаешь, он растает и расцветает. Вот, наверное, что-то подобное здесь частенько происходит. Ну, тогда нужно, знаешь, там еще где-то, первый дом, первый стоит слева, там тоже не хватает деревни. А и сушек? Ну, это потом, да. Дети маленькие называют нас мамами, потому что для них очень важно это слово «мама». И мы все действительно ощущаем, что мы здесь все родственники, близкие. Случайных людей здесь не бывает. Только тот, чье сердце способно принять чужую боль, как свою, остается работать в интернате. Директора, психологи, воспитатели, санитарки. Жильцами их связывают не кровные узы, а линии судьбы, которые на координатной плоскости бытия пересеклись в точке X. Меня воспитывали в основном бабушка и дедушка, а здесь были пожилые люди. И поэтому я привыкла с детства к общению с пожилыми людьми, к их требованиям, к их мировоззрению. Я здесь работаю уже 29 лет. Это для меня семья. То есть, как в семье, есть бабушки, дедушки, есть очень близкие советы. У многих даже спрашиваю, как у матери, у отца. Я тоже брошенный ребенок когда-то был. И не осталось таковой, потому что окружали люди, оказались рядом те люди, которые смогли меня повести по жизни. И когда я пришла сюда, в это учреждение, подъехали ко мне два парня. И спрашивают, Мария Николаевна, вы пришли просто так работать или вы пришли к нам? Я сказала, что я пришла к детям. Я счастливый человек, потому что я рядом с ним. Мы все можем! Наши герои оказались в интернате не по своей воле, но только им решать, как жить дальше, выжигать прошлое или раскрашивать в яркие цвета будущее. Они знают точно. Путь определяет не точка отсчета, а направление вектора. Так, так. Ну что, сегодня выбираем место здесь? Да. Ну, все, давай тогда. Сегодня прям красотища.